Книга притчей Соломонов в еврейской Библии называется «Мишле Шеломо», а у 70-ти толковников она носит название «Паремии», в славянской Библии она обозначается как «Притчи», а Цицеркой же ее называют, с греческого звучит как «Панареттос София», то есть «Премудрость добродетелей». Книга священного писания притчей Соломонов писалась Соломоном. Он, как известно, был сыном царя Давида. Когда возводился на царство, то ничего не просил у Бога, кроме премудрости и разума. Об этом сказано в книге «Паральпоменон», вторая книга «Паральпоменон» с первой главы 7 стиха, когда Соломон молился Богу и приносил ему жертвы, то в ту ночь, как сказано, явился Бог Соломону и сказал ему «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу «Ты сотворил Давиду Отцу моему великую милость и поставил меня царем вместо него, да исполнится же Господи Боже слово Твое к Давиду Отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом». И далее Бог отвечает Соломону и говорит, и сказал, 11 стих, «И сказал Бог Соломону за то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты много дней, а просил в себе премудрость и знание, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил Тебя, а премудрость и знание дается Тебе, «А богатство имени, в славу я дам Тебе такие, подобных которым не было у других царей». То есть мы видим, что когда Соломон, как я уже сказал, воцаряется над народом израильским, то он просит только мудрости. И здесь, в общем-то, сбываются те слова, которые будут сказаны позже в Новом Завете, «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам». Книга «Притчи Соломонов» писалась разными авторами. Не только автором является Соломон, потому как многие исследователи и отцы церкви говорят о том, что и в самой книге «Притчи» содержатся слова, что Соломон собирал премудрости и советы мудрецов. Как предполагают многие исследователи, что книга «Притчи» писалась не одно столетие, а несколько столетий, два или три. Но основная часть все же принадлежит авторству именно Соломона, и церковная традиция отдает предпочтение именно этому толкованию и этому пониманию того, что книга «Притч» была написана именно Соломоном. Она была написана примерно за тысячи лет до Рождества Христова. Соломон воцарился в 965 году до Рождества Христова. И книга «Притчи» начинается первая глава с первого стиха следующим повелением. Но прежде чем уже приступить к тексту, необходимо еще сказать, что «Притчи» — это некие иносказания. Мы знаем, что и Господь Иисус Христос говорил людям в притчах, и говорил, что им нужно понимать все в притчах, а вам я потом разъясню позже, как оно и есть на самом деле. То здесь нужно отметить и следующее, что притчи бывают разных жанров. Бывают притчи иносказательные, бывают притчи аллегорические. И притчи же «Соломоны» скорее принадлежат к такой метафоре, то есть некому поучительному метафорическому пониманию того или иного. То есть даже, можно здесь сказать так лучше, будет некому наставлению. То есть если ты будешь поступать так, то Бог тебе даст то-то и то-то. Если не будешь поступать так, то можешь получить то-то и то-то. Поэтому книга притчи, она начинается с первой главы, с первой стиха, следующими словами. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского, как мы и сказали, что указывает на авторство, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, а разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Мы видим, что премудрый Соломон сразу обозначает с первых строк Священного Писания то, о чем пойдет речь во всей книге. То есть эти первые стихи, это как некий пролог, то есть зачем. Важное такое замечание, потому что не только в век сегодняшний современный люди спрашивают о том, что мне с этого будет. Так было всегда. Тот же премудрый Соломон скажет, нет ничего нового под солнцем. Действительно, как всегда искали, люди искали богатства, какого-то счастья, какого-то стабильности, успеха и прочие-прочие вещи, то, что ищут сегодня люди века сего. И в этом смысле Соломон сразу указывает, что будет человеку, если он приобретет мудрость и знание.